И мы увидим продуктивность на каждой из батарей Смотрите, какая шина, какое бревно Да уж, друзья, если честно, я от этой пилы такого не ожидал Мастерство приходит только с практикой И не может появиться лишь в ходе чтения инструкций Друзья, всем огромный привет! Вы на канале обзор электроинструментов И с вами Николай Дотошный И по просьбе подписчиков сегодня у меня на обзоре Аккумуляторная пила от торговой марки Tecman Модель TCC 10 на i20 Ну и конечно же, друзья, я ее буду тестировать и разбирать, смотреть, что внутри Пробежимся быстро по характеристикам Работает данная пилка от единой 20-ти вольтовой аккумуляторной линейки Tecman Максимальная скорость цепи 6 метров в секунду Длина рабочей шины 250 миллиметров или 10 дюймов Шаг цепи 3,8 пика, толщина 1,3 миллиметра и на 40 ланок И вес данной пилы 3 килограмма 140 грамм Поставляется данная аккумуляторная пила тушкой без аккумуляторных батарей Но у меня сегодня на тесте будут две аккумуляторные батареи Одна на 2 Ач, а вторая на 4 Ач И мы увидим продуктивность на каждой из батарей Сразу хочу сказать, что аккумуляторная батарея Tecman имеет индикатор заряда батареи И также боковую и нижнюю часть имеют полностью прорезиненные А теперь давайте, как всегда, по традиции расскажу тем людям, кто покупает в интернете Но и нет возможности поддержать, а тем более попользоваться данной аккумуляторной пилой Основная рукоять в этой пиле идет полностью прорезиненная Резина качественная, не сырая Кнопка в этой пиле сделана по технике безопасности Если ты берешь в руки, случайно эта пила не включится Нужно предварительно нажать кнопку предохранитель И тогда пила включается И также здесь по технике безопасности нет фиксации данной кнопки П-образная рукоять сделана из пластика Но сразу хочу сказать, что рукоять достаточно широкая И удобно будет ее брать даже в самых толстых перчатках Также хочу показать, что в этой пиле есть полноценный бак для смазки цепи Бак прочный, не прогибается Есть смотровое окно И покажу, как реализована пробка этого бака Видно, да? Пробка реализована качественно Уплотнение имеет свое посадочное место Не так, как в дешмане, оно отсюда соскакивать не будет И сама пробка для фиксации подпружиненная Раз, и защелкивается Удобно? Удобно Также сразу покажу, что в самом масляном баке есть специальный сапун Это для того, чтобы в баке не создавался вакуум Все прекрасно знают, если создается вакуум Вы пилку после работы ставите И пока все масло не стечет через масляный насос Тогда уж пропадет вакуум Друзья, и как вы видите, в этой пилке, точно как в бензо и в электро Есть механический экстренный тормоз цепи Также покажу, что есть упорные пластиковые зубья Фиксация цепи, как видите, здесь бесключевая И также натяжение цепи Покажу, как это все дело реализовано Вот так откручивается шина А регулятор вот здесь, возле этой крутилки расположен Это регулятор натяжения цепи Вот так вот выглядит звездочка Сейчас дотошно ничего не буду рассказывать Когда разберу, мы с вами все вместе дотошно увидим Но сразу хочу сказать, что шина здесь идет оригинальная от Орегон И также пильная цепь тоже идет оригинальная от Орегон Кстати, шина двухсторонная Вот этот натяжитель можно фиксировать на обратную сторону шины Откручиваете винтик и фиксируете на обратную сторону шины Все очень легко одевается Без каких-либо препятствий Все садится на свое посадочное место Вообще без каких-либо претензий Раз, и натяжение потихоньку делаем Подтянули и фиксируем Кстати, также и у этой аккумуляторной пилы есть чехол на пильную шину А теперь к самому главному перейдем Аккумуляторная батарея фиксируется в нижней части рукояти Фиксируется очень легко Заряд вы сможете посмотреть в любое время Баланс пилки немного сфокусирован возле рукояти Если понятное дело, если установить батарею Ее немного наклоняет в сторону батареи Но если ты здесь берешься рукой Вообще нет никакого дисбаланса Так, давайте послушаем, как она работает Ну и работает очень тихо Опа! Ну что ж, друзья Давайте подивимся, почему продают аккумуляторные пили Для этого мы пишем в пошуку, что нас интересует И как вы бачите, алгоритмы Е-каталога находят дуже багато ланцюговых пил Но чтобы спростовать наш пошук, справа есть разные фильтры по параметрам Вибираем, например, электричный И выбираем джерело живления Аккумулятор Також можно обрати по довжині шини И вот, будь ласка, все аккумуляторные пили, как на долонии И те пили, которые вам понравились, можно добавлять в таблице для порівняння Також дуже зручно, что на Е-каталог можно обрати по торговой марке Ось, например, выбираем Текман И сразу, очень удобно, что видно и минимальную, и максимальную ціну Не забываем добавить в таблицу для порівняння Спускаемся трішки ниже по сторінці И бачим, сколько интернет-магазинів нам пропонуют данную аккумуляторную пилку И выбираем для себя саму приемную ціну А если вы переглядаете, у вечера Е-каталог и экран вам надто сильно светит у очи Справа на Е-каталоге есть такой сувачок Переключаете его и продолжаете пошук в темной теме Отож, друзья, кому интересны аккумуляторные пили Посилание на Е-каталог я оставлю в описании под видео Так, друзья, для начала давайте попробуем, как справляется пилка с небольшим таким бревнишком Сначала я буду работать на аккумуляторной батареи 2 А Сейчас посмотрим, что ждать от такой батареи Я понимаю, что это не предназначено Но мне самому просто интересно Я думаю, вам тоже интересно Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Все, буквально сделал 8 резов Осталось одно деление Она уже ушла в защиту Ну, понятное дело, это батарея 2 Ач Она как бы не рассчитана на такую батарею, но я хотел проверить О, немножечко ожило Попробую еще хотя бы рез сделаю Ну, почти 10 резов Так Четверку Ну, как вы услышали на четверке Намного, намного резвее работает Потому что аккумуляторная батарея 4 Ач Соответственно, отдает ей большие токи Давайте проверим на чем-то крупнее Мало ли кому когда-то что-то пригодится в лесу Так, друзья, нашел бревнышко покрупнее Сразу хочу сказать, что не рассчитана пилка под такие задачи Но у меня как бы здесь тест И я хочу проверить Мало ли кому когда-то пригодится Смотрите, какая шина, какое бревно Погнали Мало ли кому когда-то Пожалуйста, один профил сделала Дерево вообще не трухлявое Один срез без проблем Посмотрим, что там с аккумуляторной батареей Так, друзья, два деления осталось на аккумуляторной батареи Ну, продолжим тест Так, ушла в защиту Осталось одно деление Не буду я ее уже мучить И смотрим Буквально чуть-чуть осталось Вообще там Пару сантиметров запилить И уже бы пропил Но еще раз повторюсь Она не рассчитана для таких нагрузок Я просто еще раз показал Что этот малыш может Если работать без фанатизма И в правильных руках Так, друзья, переместились мы в студию Аккумуляторные батареи я полностью зарядил Так, давайте сразу на прибору проверим Сколько имеют полностью заряженные батареи 20.6 вольт Указали 20 вольт Значит, соправдиво И аккумуляторная батарея 2 ампер час 20.3 вольта Ну что ж, друзья, давайте теперь потестируем на брусе Брус у меня 100 на 100 Сначала потестирую на аккумуляторной батареи 2 ампер час А потом на аккумуляторной батареи 4 ампер час Сделал 10 пропилов Осталось 2 отделения Сразу, друзья, хочу сказать У кого есть аккумуляторная батарея 2 ампер час И кто работает по плотницким задачам То, как вы видите, я уже сделал 10 резов То есть, если подрезать какой-то брус Ну, нормально хватает 2 амперной батареи И это еще ее не предел Вот такой, собственно, результат На аккумуляторной батареи 2 ампер час Она сделала 12 резов Ну, друзья, сразу скажу Она не предназначена для такой батареи Я сделал тест Мало ли у кого-то есть аккумуляторная батарея 2 ампер час И люди-то должны знать, что ожидать от этой батареи Так, установил теперь аккумуляторную батарею 4 ампер час И давайте посмотрим на этот результат Сделал 10 пропилов Аккумуляторная батарея еще целая Ну и погнали дальше 20 резов сделал Аккумуляторная батарея все еще целая Сейчас я поменяю заготовку 40 резов Осталось 2 деления Сделал 50 резов Осталось 1 деление Сейчас установлю новый брус и продолжим 57 резов На аккумуляторной батарее 4 ампер час И как для меня это потрясающий результат Потому что аккумуляторная пила на 20 вольт И работает на одной батарее И не нужно ее сравнивать с теми пилами Которые я тестировал на 36 и на 40 вольт Так друзья аккумуляторная батарея ожила Но она еще сделает 1-1,5 реза не больше Но я хочу вам показать Как здесь подается смазка Результат налицо Ну что ж А теперь поехали разбирать Сразу не отходя от кассы Хочу показать как фиксируется пильная шина Кто подумал что она фиксируется на одну шпильку А нифига видите Есть еще вторая шпилька Такая маленькая И непосредственно сама шина фиксируется на двух шпильках Просто прижимается одной А фиксация на двух И в работе вообще нет никаких здесь люфтов Ведущая звездочка здесь фиксируется на стопорное кольцо Есть на звездочке специальная шайба сверху Чтобы не слетала цепь И в нижней части звездочки тоже есть защитные шайбы Чтобы опилки не попадали вовнутрь Так друзья сразу видно что здесь на шпинделе стоит подшипник Сейчас мы дотошно поглуже доберемся И посмотрим какой именно подшипник Так разобрал опилку И что меня удивляет Я думаю тоже вас удивляет Потому что здесь практически нет опилка То есть она опилки не сосет в себя Видно почти идеальная пила Это был тест в лесу И был тест Также здесь я резал брус 100 на 100 И как видите вообще практически нет Я бы сказал даже нет Покажу как выглядит масляный бак Масляный бак плотный Из толстого пластика Дальше покажу что здесь стоит микрик И микрик как вы заметили стоит качественный От торговой марки Jabbin Такие микрики ставят и Metabo и Makita И плюс как видите все контакты к микрику подходят на термоусадке Дальше расположена плата плавного пуска Радиатор охлаждения И конденсатор в ней стоит на 100 микрофарад Также есть еще второй микрик на выключение То есть экстренный тормоз То есть если срабатывает экстренный тормоз Этот микрик отключает полностью плату от двигателя Покажу как реализован масляный насос Шестерня масляного насоса идет металлическая А та что фиксируется на вал Она из капролона А дальше то друзья еще интересней Стоит двигатель На двигателе видите непосредственно стоят демпферы Я вот снимаю они из двух частей И с одной стороны и с другой стороны есть демпферы Которые поглощают вибрацию Двигатель здесь стоит мощный RS-885 на 18 вольт И двигатель самое главное не подвальный А двигатель заводской от торговой марки Ну что ж друзья давайте посмотрим какой здесь редуктор А вдруг пластиковые шестерни здесь стоят Оба на А нифига Как видите шестеренки металлические Плюс шпиндель упирается в два шариковых подшипника Подшипник под номером 6000 Смазки кстати дали достаточно И самое главное что смазка здесь вообще не будет разбрасываться по корпусу Смазка все время будет в своей ванне Вот так вот добрался до ведомой шестерни Она на шпиндель фиксируется стопорным кольцом И на шпонке Но не нужно бояться что здесь шпонка Потому что в этой пиле есть защита от дурака Защита от перегрузки Где-то цепь немного закусила Все пилка уходит в защиту Плюс видно стоит второй шариковый подшипник И сам двигатель тоже непосредственно фиксируется в корпусе здесь на подшипнике И ведущая шестерня на двигателе как видите напрессованная И также хочу показать что в задней части двигателя дополнительно еще стоят искры гасителей Так давайте теперь посмотрим на аккумуляторные батареи Что же там Ну что ж смотрим Покажу вблизи как выглядит плата Все аккуратно Ничего не наляписто Ну здесь к гадалке не ходи Видно насколько все качественно Все элементы полностью в специальном бандаже В специальной фиксации И все элементы зафиксированы точечной сваркой в четырех местах Как видно эти элементы спаренные Элементы идут от торговой марки ЭВИЭ Каждый из них имеет 2 Ач И здесь получается 10 элементов То есть 4 Ач Также дополнительно в нижней части корпуса батареи Есть резиновые демпфоры Они защищают непосредственно от падения Ну что ж будем подводить итог Да уж друзья Если честно я от этой пилы такого не ожидал Не ожидал именно такой продуктивности на одной аккумуляторной батарее И не нужно там писать что пила до одного места Это маленькая продуктивность Сразу скажу для чего предназначена эта аккумуляторная пила Друзья это пила с такой небольшой шиной Во первых предназначена для небольших каких-то задач Для небольших каких-то работ Кто работает именно с плотницкими задачами И также для небольшой обрезки всяких разных сучков, деревьев Кто хочет работать у себя в саду Кто хочет нарезать немного дров, камин Эта пила справится со своими задачами Тем более у нее качественная стоит пильная шина Это оригинальная от Орегон И также качественная стоит пильная цепь Претензий по этому поводу вообще нет Ну и нутро пилки также качественные Как вы сами увидели Шестерень стоят металлические Плюс самое главное После работы здесь вообще мусора не было Ну а если тебе понравился обзор Обязательно ставь лайк Подпишись на канал А то пропустишь много чего интересного Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...